Дашевский Александр Абрамович. Родился в 1935 году. На начало войны мне было неполных 6 лет. Помню первый день, это было в Винницкой области, был районный центр Ободовка. Я помню первый день войны, когда немцы начали бомбить наш городишко маленький. Там проживало в порядке тысячи евреев. Мы не успели эвакуироваться, так как все было в мешках, но так как до железной дороги было 12 километров, мы не успели эвакуироваться. Все было в мешках приготовлено. Отец, естественно, ушел на фронт, где погиб в 1944 году. Мать осталась с двумя маленькими детьми. Когда немцы начали бомбить наш поселок, там была большая пекарня, большая высокая труба. Они подумали, что это завод. Они кинули бомбу на эту пекарню. У нас вылетели все стекла, и половина дома нашего была разрушена. И мама с двумя детьми убежала в лес в районе трех километров. Был лес, лес, лес. Убежала с нами в лес. Мы в лесу прятались несколько суток, но больше там жить было невозможно, так как есть было нечего, пить было нечего. Пили мы из луж, и мама решила вернуться домой. Когда она вернулась обратно домой, там уже все было отцеплено. Пришли немцы вместе с румынами, и было организовано гетто. Хотя вначале он назывался концлагерь. Он так и назывался, концлагерь до конца. Когда мать вернула с двумя детьми, жить было негде. В дом был разрушен, и нас приютила, значит, украинка через три дома. Она нас приютила, маму с двумя детьми. И спрятала нас в погреб. В погреб. Погреб был в доме, он был заслан таким половиком. Но немцам понравился их дом, и их двор понравился, и они решили там обосноваться. Немцы жили наверху, а мы жили в подвале внизу, в погребе. И хозяйка нас дней десять кормила, поила кое-как, чтобы немцы не знали. Но когда, значит, немцы издали указ, и на каждом дворе было написано, кто прячет евреев, партизан, коммунистов, будут расстреляны вместе с ними. И тут было деваться некуда, и хозяйка нас вынуждена была отпустить, и мы вернулись опять в то же гетто. Значит, когда мы пришли в это гетто, все было отцеплено. Значит, естественно, кормить нас никто не кормил. Если только на час мать выпускали на улицу, то более часа выходить нельзя было. Можно было что-то обменять, то-то-се. Но менять было нечего, так как все было разграблено. И практически, значит, она могла что-то выпросить для того, чтобы прокормить этих детей. Значит, заступила зима, надо было топить печку. Значит, в одном домике собирали человек 20, в одном домике. И надо было топить печку, значит, для того, чтобы ее топить, нужны были дрова, и разбирался потолок. В сенях выбирался. И топили эту печку. Вот, значит, ежедневно, значит, выводили на улицу, на площадь. Значит, то расстреливали людей, то избивали людей. Это я помню до сих пор, как избивали моего дедушку, потому что он был свершеннослужитель. Вот. Это я помню, как сейчас. Ну, счастливое – это рождение дочки, конечно. Ну, рождение дочки, выросли дочку, встали на ноги, не имея ничего. Потом поимели и квартиру, и дачу, и все. Вот это, конечно, счастье. Вот. И сейчас у меня и дочка, и внуки – прекрасно. Вот. Два внука. Один закончил Бауманский, второй закончил Технологический институт. Фармацевтики. Внуки прекрасные, дочка прекрасная, зять прекрасный. Вот сейчас можно было бы пожить. Да уже здоровья нет. Рассказывают, да. Они часто ко мне приходят, они интересуются, рассказывают. Но нынешнее поколение молодое, они не очень воспринимают. Вот это вот, у меня очень много наград, связанных с войной. Есть много, половина наград у меня трудовых, всевозможных. Я почетный работник Транспорта России, у меня есть другие награды. Они интересуются, что это, что это. Я им рассказываю, конечно.